И осталось рассказать про ботинки. Это Найдекер трейсер сезона 2021. Да, я в прошлом феврале был на дилерском семинаре магазина Кант. И можно сказать, прямо оттуда с полки и увез эти ботинки свежего сезона. Уже покатался в них, уже могу что-то рассказать про них. Но сначала про Helios. Обзор этих ботинок мы делали, вы его видели. Если кто-то не видел, то ссылку мы оставим в описании. Вот так выглядят ботинки после двух месяцев катания. Тут в целом какие-то затертости появились, но никаких сквозных дырок, ни один шов не разошелся. Заломов на языке нет. Задняя часть тоже вся целая. Внутренник в районе пятки не протерся. И я скажу, что жесткость они тоже не потеряли. Бо, они ломались. В общем, с ботинками все в порядке. Это ботинки, напомню, жесткостью выше среднего. И когда я их выбирал, на самом деле я хотел ботинки помягче. Поэтому, когда я увидел новый Tracer, то я сразу их захотел. Модель полностью, ну не полностью, но она значительно изменилась. И в лучшую сторону, естественно, по сравнению с прошлым годом. Из новых фишек. Видите, Бо и шнурок. У Бертона закончился патент на шнурки. И сразу ряд брендов внедрили это в свои ботинки. И вот Найдекер тоже не отстал. Шнурки приятно. Шнурки, ну может быть это кажется, но такое чувство, что они как-то плотнее, добрее, что ли, берут ногу в ботинке. Ботинок средней жесткости. Как раз той жесткости, которую я и хотел, когда выбирал себе Helios. Но они оказались жестче, чем нужно. Если говорить про конструкцию, то она асимметричная. То есть ботинок мягче внутри, потому что ноги у нас выходят не под 90 градусов из ботинка, а стремятся всем известную точку. Плюс в конструкции есть вот такие мягкие вставки, которые позволяют ботинку быть подвижным. То есть не быть пластиковым сапожком, а быть достаточно гибким, что ли. Жесткость обеспечивает хороший формованный, плотный язычок. Внутри комфортный внутренник. Тут есть липучка, фиксация внутреннего язычка, но липучка только с одной стороны. Мне это нравится. Достаточно мягкий верх. Ботинок не ощущается высоким. Наклон голенища у него больше, чем у Adidas, но меньше, чем, например, у ботинок 32. Но мне его вполне хватает для комфортного катания на переднем канте. Новое поколение BOA. У меня однажды была такая история, что пристегиваясь на старте на один из маршрутов, я, пожалуй, даже фоточку где-то здесь ставлю, где это было, и это была Роза Хутор, я, значит, пристегиваю переднюю ногу, там был глубокий снег, я стою по колено в снегу, пристегнул переднюю ногу и достаю заднюю ногу из снега и обкант доски просто срезаю себе барабанчик. Ну, конечно, у нас был армированный скотч, я просто завязал себе ботинок и сделал спуск. Получилась классная фотография. Но, к чему это все? Здесь эта история исправлена. И теперь, если вдруг ты снес этот барабанчик, зацепился где-то за доску, за что-то там, пнул сам себя, то его можно, он не ломается, его можно собрать и вставить на место. Сейчас как раз и попробуем это сделать. Я уберу и... Вот он. Раз. Оп. И сломался. То есть, я это наматываю обратно. Вот. И... Раз. Все. О, снова работает. Не узкий и не широкий. И для моей стопы подходит идеально. К примеру, в адидасах у меня есть еще запас по просторности в районе. Носка. Бертон для меня узкие. Венс для меня узкие. За исключением модели Infuse. Но это не точно. Там был размер 9,5, когда я его мерил. Мой размер US 9. То есть, этот ботинок подойдет тем, у кого широкая нога. Или высокий взъем. Брал я их размер в размер. Здесь вот так и написано. US 9. 42 европейский. Или 27 сантиметров длина стопы. Он вполне комфортный. И подходит мне для комфортного катания от парка до паудера в условиях Ширигеша. Если ехать, например, в горы побольше, куда-нибудь там Красная Поляна, Европа, то я, конечно, беру Helios. Внутренник незапекаемый. Есть термоформируемые элементы в районе пятки. И вот в этих зонах от тепла ноги они принимают форму ноги. В конце сезона покажу, что с ними стало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!